Сэкономить не получилось. Житель Абакана попался сотрудником полиции с подложными номерами на машине. Во время рейда в Истебаканском районе инспекторы остановили водителя. По базам госавтоинспекторы установили, что мужчина ранее привлекался за управление транспортом, не состоящим на учете. Регистрация его автомобиля была прекращена прежним собственником, поэтому были изъяты государственные регистрационные знаки. Однако водитель решил сэкономить и не стал вставить автомобильный учет, а просто прикрутил номера совсем от другой машины. Теперь в отношении 41-летнего Абаканца составлены административные материалы сразу по нескольким статьям. Ему придется выплатить солидную сумму штрафов, а также распрощаться с водительскими правами. Жители Хакасии могут побороться за кресло управленца. Стартовал межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири». Он проводится с 15 ноября по 15 декабря в онлайн-формате и направлен на поиск управленцев и квалифицированных специалистов для формирования кадрового резерва комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Участвовать могут все жители России в возрасте от 18 лет, которые хотели бы работать в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. Чтобы подать заявку, необходимо до 15 декабря зарегистрироваться на сайте nstip.ru, после чего будет сформировано уникальное резюме участника. На следующем этапе конкурсанты проходят тестирование по нескольким блокам. Управление проектами, цифровые навыки, ответственность, системное мышление. Победителями становятся участники, набравшие необходимое количество баллов. Список опубликуют 23 декабря. Водительские права смогут аннулировать при выявлении медицинских противопоказаний. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Согласно этим поправкам, водительская медсправка будет электронной. На бумаге ее будут распечатывать только по просьбе самого водителя. Но в ГИБДД при выдаче или замене прав сверяться будут с электронным реестром. В этом реестре могут возникать изменения. Например, врач при приеме пациента выявляет заболевание, с которым нельзя управлять автомобилем. Или можно, но с некоторыми ограничениями. Врач фиксирует эту информацию в системе, и ранее выданная медсправка аннулируется. А водитель должен в течение двух месяцев пройти медкомиссию. Если будут выявлены не противопоказания, а лишь ограничения, то рулевому потребуется поменять действующие права на новые, в которых эти ограничения будут учтены. Например, у человека сильно испортится зрение, и водить ему можно будет только в очках или линзах. Как отмечают инициаторы поправок, сейчас справка меняется раз в 10 лет при замене прав. За это время с человеком может многое произойти. Вполне могут возникнуть и ограничения, и даже противопоказания к управлению транспортом.